Глава первая. Вспышка и сразу боль во всем теле. Перед глазами туман и темнота, всё расплывается. Боль – это прекрасно. Она означает, что у меня есть чему болеть. Я пытаюсь пошевелить рукой, но, кажется, делаю что-то не то. Вид перед глазами снова качается, наверное, я двигал головой. «Жива!» – раздается чей-то голос, и я не могу понять, откуда он. Память тела понемногу возвращается, и, кажется, вместе с ней у меня остались базовые знания. Например, я понимаю, что мне говорят. Ещё бы знать кто. «Эй, ты жива?» – повторяет голос, и я понимаю, что надо ответить. Киваю. Вернее, хочу кивнуть, но вместо этого наклоняюсь вперёд всем телом и бьюсь лицом о что-то твёрдое. «Эй, ты чего? Вот нажралась-то!» – говорит тот же голос, и кто-то ещё отвечает смехом. «Не похер ли?» – говорит второй. А я понимаю, что происходит что-то странное, недоброе. Но разве в этом месте может происходить доброе? Я, наконец, понимаю, где у меня ноги, а где руки. Встаю, качаюсь, придерживаюсь за стенку, под пальцами шершавое тёплое дерево, старое, высохшее и потрескавшееся. «Серёг, тут Костя!» – говорит ещё чей-то голос. «Не пугайся, это мои». Хочу сказать я, но получается только сиплый смешок, женский. Кажется, это женское тело. Ну, конечно, ко мне же обращались в женском роде. Ладно, могло быть и хуже. «Зверь какой-то, наверное», – отвечает тот, кто рядом со мной. «Мне удаётся его рассмотреть. Странная одежда, лёгкая и необычного покроя. Сам молодой, бледный, на вет лет двадцать, даже, наверное, меньше. В руке светильник, удивительно маленький и яркий, и от него такие глубокие тени, что не разглядеть ничего толком. «Пошли», – говорит он, и я шагаю. «Замечаю впереди ещё одного парня. Этот стоит перед кучкой костей, в самом деле звериные. Сколько-то лет назад здесь, в развалинах, шуршал какой-то зверь. Я пытался переселиться в него, но не вышло. Всё же для переселения нужен человек. Но зверь от моей попытки умер, и теперь я смотрю на его останки с сожалением. «Извини, мне очень надо было». Замечаю, что второй парень тычет в кости кривым ножом, и понимаю, зачем я здесь. Проклятие. Заброшенная церковь, трое парней в странных одеждах, пьяная девушка, кривой нож в руках одного из парней. «Не». Вырывается из моего рта. Алкоголь, будь он неладен. Мой рассудок спокоен, но тело отравлено, и всякая мысль так и норовит вырваться наружу с глупым хихиканьем. Тот, что рядом не обращает внимания, берёт меня под локоть и ведёт в глубину. Я краем глаза вижу, что тот, что с ножом встаёт, отряхивается и идёт следом. Какие-то очень глупые сатанисты. Кто же ритуальным ножом тыкает всякий мусор? «Серёга, а у тебя есть ещё?» – спрашивает один из них. Я в темноте не могу понять, кто. «Не Серёга, а ворон!» – отвечает тот, что ведёт меня. Отпускает мой локоть и лезет за пазуху, достаёт бутылку из странного материала, прозрачного как стекло, но прогибающегося под пальцами. Внутри тёмная жидкость, примерно на треть. Вино? Наверное. Я понимаю, что ребята трусят. Они очень неопытные сатанисты, но мне от них не сбежать. Ноги заплетаются, перед глазами всё плывёт. Я новичок в этом теле, и к тому же, похоже, что мне уже налили вина не жалея. «А ты хочешь?» – спрашивает Серёга ворон и протягивает бутылку мне. Пытаюсь помотать головой, но голова качается вперёд, и мне в ладонь вставляют бутылку. Проклятие. Только подумал, что уже и так слишком пьян, и вот теперь придётся пить ещё, а мне и так уже плохо. Бедная девочка. Тело, которое я попал, похоже, и так было пьяно, и если ещё добавить, то я свалюсь уже окончательно. Но надо пить самому, а то с этого станется помочь и влить мне в рот слишком много. Беру, отхлёбываю. Что-то очень крепкое, с незнакомым привкусом. Настойка на какой-то отраве. Мне и так много. Думаю об этом и делаю большой глоток. Захлёбываюсь, кашляю. Сперва нарочит, а потом по-настоящему. Не думаю, чтобы ворон Серёга заметил разницу. Наконец блюю. Грязный вонючий поток вырывается изо рта. Мой конвойер отшатывается, брезгливо морщится, а я радуюсь, чувствуя, как хотя бы часть отравы покидает моё тело. Теперь надо понять, кто я теперь такой. Такая. Я же нынче девушка. «Ну ты, сучка!» – говорит ворон. Он ругается, он недоволен, но мне безразлично. Он всё равно собирается меня убить, так что мне до его недовольства? Я думаю, как же меня зовут? Имена это важно. Серёга ворон очень зря позволил мне услышать его настоящее имя. Хорошо бы узнать имена остальных. Вставай уже. И я встаю. Дрожащей рукой возвращаю бутылку, в голове всплывает слово «пластиковое». Памяти от прошлой владелицы тела у меня не осталось, но кусочки приходят, как знание языка, как название материала бутылки. Напоминание, что она знала, что идёт сюда умирать, и была согласна с этим. Трагедия какая-то у неё в жизни стряслась, и она решила умереть. Вот так? Ладно. Значит так. Мы шагаем всё глубже в развалины. Сейчас будет главный зал, и третий парень, которого я пока не видел толком, останавливается впереди. «Ворон, дальше пол провалится», – говорит он. Пол и под нами скрипит. Доски прогнили, шатаются, пахнет плесенью. Какое счастье, когда нос чувствует запахи. «Где-то должен быть алтарь», – в голосе Серёги слышна растерянность. «Он там», – говорю я. На этот раз почти отчётливо, дрожь почти прошла. Я спохватываю, и добавляю дрожи сам, нарочно. Совсем незачем, чтобы юные сатанисты поняли, что я прихожу в чувства. «Пол прова... это...» Я хихикаю. Глупо. Очень глупо. Так что Серёга морщится от писклявого голоска. «Пол бах, и алтарь, бум...» «Валер, глянь, в самом деле вниз», – говорит Серёга, и я отмечаю второе имя. Валера хмурится и шагает вперёд. Свет прыгает по стенам, у него такой же крошечный фонарик в руке. Я успеваю разглядеть, что ослепительная точка приделана к небольшой дощечке, потом он проходит мимо и начинает спускаться в подпол. Я жду. Света у него много, но он должен быть направлен в нужное место. Вот сейчас он увидит... «Мать твою!» — вскрикивает Валера. «Что там, Волк?» — спрашивает тот, что с ножом пока безымянный. «Валера, значит, Волк. Буду знать». «Тут Костя!» — в голосе Волка истерика. «Сатанисты! Как же вы, ребята, девушки, собрались горло резать, если старые Кости вас так пугают?» «Опять собака, поди!» Безымянный с ножом недоволен. «Спустися, глянь, такой умный!» Волк шуршит куда-то ближе к нам, похоже, пытается пятиться и светить назад. «Не бойся, Валер!» — говорю я. «Скелет не погонится!» Я провоцирую, но мне кажется, уже пора. «Кать, заткнись!» — говорит Серёга. «Я — Катя. Ладно. И плохое имя могло быть и хуже. Не Катя, а Скалопендра!» — отвечаю дерзко и добавляю пьяный смешок. «Тот, что с ножом, оказывается прямо за спиной, и мне это не нравится. С этим надо что-то делать, но не сейчас. Да и вряд ли он будет резать. Ни за что не поверю, что они собрались только зарезать, а не трахнуть моё тело всей компанией. На алтаре? Очень по-сатанински. Если, конечно, взять сатанизм в представлении дураков. «Ты же была чёрная полночь!» — ответил тот, что с ножом. «Мне хочется дать своему телу пощечину чёрная полночь. Надо же, дура!» «А теперь Скалопендра!» — заявляю я и смеюсь. Серёга-ворон хмурится, потом подходит и бьёт по лицу. Не сильно, но в ушах у меня звенит, а сам я чуть не падаю. «Заткнись!» — говорит он. «Ты сама сюда пришла. Нечего теперь устраивать». Интересно, зачем чёрная полночь пошла на смерть? Или она думала, что всё ограничится только темнотой и пьяной оргией? «Нет. Я чувствую, что она догадывалась о предназначении ножа в руках ПК безымянного юноши». «Ребят, помогите вылезти!» — говорит Валера из-под пола. «Нам нужен алтарь!» — отвечает Серёга. «Так что, наоборот, все вниз». «Там в натуре скелет!» — предупреждает Валера. Я смеюсь. Не могу удержаться. «Я-то помню, чей это скелет. Тот, что с ножом сильно толкает меня в спину, и я кулем валюсь вниз, обдираю руки, бьюсь задницей и оказываюсь у самых ног Валеры. Ничего не вижу. Он светит мне прямо в лицо своим фонариком. Слышу, как следом кряхтит и ползёт Серёга. Тот, что с ножом идёт последним, спотыкается, оглашает подпол негромкой бранию. Я жду, что сейчас кто-нибудь назовёт по имени, скажет что-нибудь типа «Ну, ты неуклюж, Васька» или что-нибудь в этом духе, но все молчат. Меня начинает беспокоить безымянность этого человека. Я не могу ни разглядеть его, ни услышать его имя, а ведь именно в его руках нож. Он тут главный, это ясно. Но что с этим делать? Пока непонятно. Я копошусь на полу, пытаюсь подняться, пальцами нащупываю длинную щепку. Плохо. Я надеялся хотя бы на гвоздь. Но сейчас нельзя уже искать. Безымянный спустился, и его нельзя недооценивать. Может быть, он такой же лопух, как и остальные, но если нет, я погиб. А в отличие от Кати, мне умирать не хочется. Я уже умирал. Серёга вновь принимается командовать. «Волк, иди погляди толком, что там дальше?» Валера недоволен, но идёт. Я не вижу, но догадываюсь, что там мусор, обломки досок от провалившегося пола главного зала и где-то в глубине алтарь, осквернённый ещё в те времена. Я поработал. Да и рядом с алтарём должен быть ещё один скелет. Мой. «Тут ещё один скелет!» кричит Валера волк. Серёга ворон молчит и глядит на безымянного. Тот пожимает плечами, и я радуюсь. Он кажется немного растерянным. Он всё-таки не мастер, а такой же болван, только посерьёзнее, надеюсь. «Скалопендра!» «Шагай туда!» командует он. «Волк!» «Костю в сторону прибери!» «Девушке неудобно будет!» Серёга подталкивает меня вперёд, и я иду. Вижу, как Валера волк сопит и смотрит на скелет. Не решается прикоснуться. Вдруг череп укусит. Я понимаю, что сейчас самое время прояснить ситуацию. Сажусь на алтарь, ставлю левую ногу прямо на череп. «Мне не страшно обидеть мертвеца. Это же мой собственный череп!» Валера смотрит, приоткрыв рот. «Чёрная полночь, ты это...» Говорит он. «Скалопендра!» Обрываю я, и он замолкает. Серёга Ворон идёт сюда, а за ним тот, что с ножом, пока всё в порядке. «Знаете, чей это скелет?» Спрашиваю я. «Мой голос мне не нравится. Он слишком дрожит, слишком высокий, слишком неправильный. Таким не очаровать, не запугать, не удержать. Да, был бы я женщиной, я мог бы попробовать поймать парней на старую уловку, но, увы...» «Ты будто бы знаешь». Недоверчиво, говорит безымянный. Я киваю, и тут же оказываюсь в очень плохой ситуации. Мне в глаза светят два фонаря. Ослепительно. Я больше не вижу их лиц и не могу читать на них ничего. Я улыбаюсь, надеюсь, хоть зубы у моего тела в порядке. Надо было раньше пересчитать их языком, но сейчас поздно. «Здесь когда-то колдун жил», говорю я и вспоминаю старую сказку. Там девица сказками держала царя, и тут её не казнил. Мне надо делать то же самое. «Колдуна Дормидан там звали, не слыхал, Серёга?» Имена имеют власть. И Серёга втягивается в разговор, мотает головой. «Этот храм уже в те времена заброшенный стоял». Я слышу, что кто-то из них дёрнулся в сторону, напрягаюсь, стараясь не подавать виду. Правая рука, в которой зажата длинная щепка, чуть напрягается, я сижу так, чтобы им было не видно. И тут же расслабляюсь. Это не мне сбоку заходят, это Валера Волк уселся на обломах гнилой балки. Устал. «Кать, давай без болтовни», говорит Безымянный. Снимает тряпки и к делу. «А ты, проклятие, Дормидон, ты не боишься?» Спрашиваю первое, что в голову приходит. «Кать, не выдумывай», отвечает он. «Он тоже пытается использовать магию имени, но на меня оно не действует, это не моё имя. Он об этом не знает, не может знать, и я продолжаю». «Дормидонт здесь поселился и храм осквернил, здесь жил, отсюда свои чары посылал». «Говорю я». «Что нам за дело? Он давно сдох», заявляет Безымянный. «Мы же хотим своё дело сделать там, где его место силы», отвечаю я. «Надо у него разрешение спросить». «Ты его только что выдумала, Дормидонта этого», отвечает Безымянный. Но Серёга дёргает его за одежду и шепчет. «Я этого не вижу, но слышу, здесь такая тишина, что и шелест одежды, и шёпот слышно хорошо. Слов не разобрать, но и так ясно». Серёга бормочет, что мало ли. «Давай спросим Дормидонта, а там и к делу», говорю я. «Дело твоё», отвечает он. «Спрашивай». «Вот это для меня сюрприз. Оказывается, это моё дело, про которое я ничего не знаю». «Нож у тебя в руках», говорю я, и Безымянный вздыхает. Купился, поверил. Сейчас я хоть узнаю, зачем мы здесь. Он подходит ближе, поднимает руки, фонарики опускаются, и я вижу, как он красиво разводит руками, как тускло блестит кривой ритуальный нож. Я сижу на алтаре, поворачиваюсь так, чтоб юбка задралась сильнее, пусть смотрит на ноги, чем на щепку в моей руке. Я рулевой Ковина Трех, говорит Безымянный. Надо же, Ковин, сами похоже придумали. Но магия, такая интересная штука, как придумаешь, так и будет. Только вот фантазии порой оборачиваются против слишком ловких выдумщиков. Имя моё тень, продолжает рулевой Ковина. Мы пришли, чтобы принести в жертву эту деву, её страсть и её кровь. Страсть и кровь. Помню я такой ритуал. Один трахает, второй в момент оргазма режет горло, третий, видимо, за компанию. Тело жертвы вселяется суккуб. Они что, чокнулись все трое? Просто так не могли с девушкой договориться? Ибо она жаждет мести и желает гибели себе и обидчику. Вот оно что. Обидели девочку. И она собралась сделать свою тушку вместилищем суккуба и пусть демон мстит за её обиду. Не повезло, девочка. Старику Дормедонту тоже нужно тело. Прошу дозволения. Говорит тень. Рулевой Ковина трех и немедленно получает от Дормедонта дозволение в горло моей щепкой. Виск, хрип, кровь хлещет на алтарь. Я отскакиваю в сторону, но не рассчитываю и врезаюсь головой в свисающий из потолка кусок половицы. Из глаз искры, но падать мне сейчас нельзя. В следующий миг я на четвереньках ищу на ощупь ритуальный нож, в глазах темно, не понять от удара или после ослепительного света фонарей не привык просто. «Сань, ты чего?» кричит кто-то из парней. Валера или Серёга не пойму, надо нож найти. Растерянность она такая, длится не больше пары секунд. Зато теперь я знаю, он Саня, Александр значит, был. На меня падает свет фонарика и я вижу, что нож лежит прямо рядом с моими пальцами. Кажется, я уже пару раз даже натыкался на него, но не понял, что это именно он. Слишком много тут мусора. «Кать, что?» спрашивает Серёга. «Я хватаю нож и встаю». Проклятие. Одна девочка против двух крепких парней. Плохо. «Дормидонт», говорю я и двигаюсь влево, в сторону от алтаря. Валера подбегает, смотрит на умирающего товарища, тот хрипит, дёргает ногами, кровь льётся и льётся. В горле в такс движения качается обломок моей щепки. «Дормидонт, Серёга здесь», повторяю я. «Теперь мне надо словами связать их обоих, а то Серёга уже держит в руке обломок палки, небольшой, но если мне прилетит по голове, мне конец». «Валера», говорю я. «Поймите, Дормидонт не простит». «Он сдох давно», говорит со злобой Серёга. «И Санька похоже тоже», бормочет Валера. Он бледен, не просто видеть, как у тебя на руках умирает приятель. «А знаешь, как он сдох?» спрашиваю я и, не дожидаясь ответа, продолжаю. «К нему пришли. Колдунов никогда не любили, а его особенно. В заброшенном храме гнездо свил явный злодей. Сдвигаюсь ещё, встаю так, чтобы между мной и Серёгой оказался алтарь. Когда-то белый камень прежде был покрыт грязью, а сейчас ещё и кровью омыт. Жертва. Жаль, не мне. Хотя я всё ещё жив, значит, мне тоже». Священника Дорминант прогнал легко, тот был толст и труслив, а вот из солдат, что сопровождали святошу, один оказался крепок. Я говорю и вспоминаю, как это было. Как тогда схлестнулись воля с волей, чара с храбростью, как солдат, тот повинуясь моим чарам, забыл о том, что у него в руках ружьё, но не отступил, как мне пришлось, эх, что и говорить, неудачно вышло. Дорминант чары творил. Представь, Серёга, пол провалился, солдат шею сломал, алтарь, в подпол упал, а самого Дормидонта балкой пришибло. Вот так! Рявкнул Серёга и прыгнул на меня через алтарь. Я отшатнулся назад, а он башкой влетел прямо в ту самую балку. Не зря я про неё сказал всё-таки. Прибить не прибило, но дало мне пару мгновений. Я бью, кровь Серёги льётся на алтарь. Моё! Мне! Говорю я и чувствую, как тело словно крепнет. Я по-прежнему девчонка, ручки тонкие, но я чую ловкость и силу. Валера сидит полумёртвый. На его глазах умерли двое товарищей, а девчонка-жертва превратилась во что-то страшное. Я смотрю ему в глаза и улыбаюсь. Да, Валера, говорю я. Я и есть Дормидонт. Я вернулся? Не надо, бормочет Валера, но когда волка останавливала блеяние овец? Я имею в виду настоящего волка, а не эту пародию на колдуна. Я шагаю вперёд, Валера пытается отступить, но здесь тесно, уходить некуда, а я силён, очень силён. На алтарь, Валера! Приказываю я. И он ёжится. Я вижу, как страх в нём вытягивает силу из рук, как страх вяжет его ноги. Он шагает, и вдруг наступает ногой в грудную клетку скелета солдата. Кости трещат, Валера глядит вниз, вскрикивает и падает, я шагаю ближе и понимаю, что он умер. Глупец. Сдохнуть от страха, что может быть глупее? Я иду и обыскиваю тело Сани, нахожу футляр от ножа, нахожу фонарики, рассматриваю. Странные штуки. Что-то подсказывает мне, что они могут намного больше, чем просто светить. Обязательно разберусь потом. Наконец, иду к выходу. И понимаю, что одному мне не выбраться. Если бы я принёс жертву сам себе Валеру, может быть, у меня и хватило бы сил выпрыгнуть. Если бы я оставил в живых кого-то из них, он мог бы подсадить меня. Но я свечу фонариком по сторонам, и взгляд падает на ухмылку черепа. «Ты!» говорю я вслух. Череп молчит, только смотрит пустыми глазницами. «Ты нарочно угробил этого мальчишку!» Понимаю я. «Чтоб я не выбрался, так?» Череп молчит. Имени этого солдата я не знаю, и не могу с ним ничего сделать. Я теряюсь. Я не знаю, что делать. Меня снова победили, снова глупо и нелепо, когда я уже почти взял своё. Я смотрю на дощечки фонарики, и тут одна из них гаснет. Почему? Откуда мне знать? Вторая ещё горит, но я понимаю, что это временно. Скоро она тоже погаснет, и я останусь в теле этой никчёмной девчонки в подземелье с тремя трупами. Я подхожу к алтарю и сажусь прямо в лужу крови, смотрю на череп солдата. «Радуйся! Ты снова выиграл!» Говорю я. Рука не дрожит, когда нож врезается в моё горло. Призракам я могу меньше, но я попытаюсь дотянуться до людей снаружи. Если кто-то подойдёт поближе, если будет достаточно слаб, чтоб умереть и впустить меня, если, если, если. Когда-нибудь я отсюда выберусь, и никто не удержит меня. Продолжение следует...